Всем привет ребята, с вами как всегда Аня с новым расследованием. Многие из вас помнят видео, которое называлось 10 фактов обо мне, а если вы его еще не смотрели, то обязательно это сделайте, потому что ссылка есть в описании под этим видео. Так это я о чем? Когда я снимала видео про себя, я решила посмотреть, ну на саму себя, как бы со стороны и некоторые факты как лень меня немного испугали, но это не точно, и я решила сделать мое новое расследование именно про лень. И для начала давайте же почитаем, что же написано в википедии про лень. Итак, лень это отсутствие или недостаток трудолюбия и предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Традиционно рассаниваться как порог, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. Нам родители говорят, что ты ленивый и поэтому ты плохо учишься. Логично, не правда ли? И я долго думал об этом и мои мысли пошли следующим образом. А вообще для чего нужно хорошо учиться в школе? А для того, чтобы после школы вы могли поступить в институт или же университет и получить после этого высшее образование, а потом найти себе высокооплачиваемую хорошую работу, к примеру, в Microsoft. Далее я еще больше решила развить эту тему и подумать, а в чем же заключается суть хорошей учебы в школе? Том, то что главный секрет это хорошая память. То есть если ты хорошо запомнил новую тему по какому-то предмету, то хорошая оценка на следующем уроке тебе гарантирована. Если у тебя плохая память, то ты должен плохо учиться и ты не умный. И тут мне кажется как раз самая главная ошибка. Ведь, к примеру, возьмем основателя компании Microsoft и по совместительству самого богатого человека в мире Билла Гейтса. И он не имеет высшего образования. Просто вот, ребята, задумайтесь. На сегодняшний день его состояние 90 миллиардов долларов. Вот это поворот! Я решила почитать по него еще больше информации и многие факты меня еще больше удивили. К примеру, однажды Билл Гейтс написал то, что самый сложный проект, который требует нестандартного решения, Билл Гейтс назначал самых ленивых его сотрудников. А че так можно было что ли? Ведь их лень и нежелание действовать под шаблоном позволяет решать проблему неординарным способом. Электрошнурки, класс! И зачастую такие решения гениальные, продвигают всю индустрию компании вперед. И из этого можно понять то, что лень это определенный механизм, который экономит нашу энергию и позволяет ее тратить на какие-то ненужные вещи. Я стал еще больше изучать эту тему и углубляться в нее. И, к примеру, все мы прекрасно знаем Марка Цукинберга, как создателя Фейсбук. Кстати, моя страничка на Фейсбуке есть в описании под этим видео, так же добавляйтесь обязательно ко мне, друзья. Так это я о чем? Он тоже один из самых богатых людей в мире и его состояние это 54 миллиарда долларов. И угадайте, почему я начала о нем рассказывать? У него тоже нет высшего образования. И это точно! Список успешных людей без высшего образования, то есть которые были лентяями в школе, очень и очень большой. Я, конечно, называю самые популярные и известные имена. Продолжаем хайпить. Создатель автомобильного концерна Ford, которого как раз звали Генри Ford, тоже не имел высшего образования. Или же все слышали имя богатейшего человека 20 века, это Джон Рокфеллер. И он тоже не имел высшего образования. Возьмем еще один пример. Создание со знаменитого бренда Chanel с прикольным именем Coco туда же. То есть она создала всемирно известный бренд, она при этом тоже не имела высшего образования, как и Уолтен Дисней. Вот это шок, да? Ведь его мультфильмы мы просто обожаем. И в завершении я хочу сказать то, что в интернете много информации о российском миллиардере Романе Абрамовиче, и высшее образование которого тоже стоит под большим вопросом. И посмотрите, как далеко зашло мое расследование. Это меня привело к следующим мыслям. Я не хочу сказать, что высшее образование вам не нужно вообще, и вы можете вообще не учиться. Нет. Всех, кого я назвала в этом видео, несомненно гениальные люди. И это точно. Наше будущее в наших руках. И самое главное в жизни это стремление к своей цели и желании это сделать. И да, ребята, вот просто вам на заметку, миллиардеров с высшим образованием даже гораздо больше. Поэтому вся ваша судьба в ваших руках. И с вами была, как обычно, ленивая Аня с новым расследованием. Если вам понравился такой формат видео, то обязательно поставьте лайки и напишите об этом в комментариях. Ведь чем больше будет лайков и комментариев с просьбой сделать новое расследование, тем быстрее я начну его снимать и выпущу. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами была, как всегда, Аня. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok